всем привет я пропала на пару дней вот покажу сейчас вот что значит жеребенок лошади сюда не приходит потому что здесь электропастух а вот жеребенку на это наплевать он не боится и у нас только умный что он понимает что вот это обычная нитка ковка а вот это вот по низу ток и он берет пролезает под низом и вот отсюда вот заходит вот взрослые лошади боятся даже тюковки я не знаю с чем это связано но же ребята всегда очень такие вот хитрые и делают что хотят это вот кстати козы объели которые тоже сюда сбежали поэтому мы не стали сажать тоже огород это тоже пункт потому что у нас я говорила огород вот там не огорожен был но только электропастухом и у нас уже здесь был же ребенок и они спокойно проходят очень хитро перепрыгивают или вообще сносят и на огороде радуются жизни этот он яблоки есть и счет там живет яблоки с доктор опять здесь яблоки ест ты не лопнешь деточка не лопнешь деточка тебе даже не мамка ничего не надо давить мамки бабки вообще вон там вот один стоит здесь есть хитрый смелый сейчас будем выкуривать куда я пропадала отравилась я или отравилась или это рота вирус или корона вирус то что у нас вакцина не говорит о том что мы не можем заболеть то есть вакцинация тоже не гарантия то что мы не заболеем это просто облегчение болезни может рота вирус ну или просто я вот те вот в сладкие вкусные яблоки кушала кушала я их прямо с пола поднимала может быть что-то там попало не знаю саша тоже немножко в общем прихворал но я сильнее прям совсем сильно отравилась прям с высокой температурой и в общем со всеми вытекающими отравления вот сегодня вот более-менее пришла в себя это мне кажется что у меня температура все равно вот ну или просто какой-то вирусняк от ребенка какого-нибудь потому что я уже в своей жизни пару раз рота вирус от ребенка хватало вот чем было мне плохо и вот сегодня вышла я в свет у нас 30 градусов с утра такое солнце нам обещают 40 градусную жару всю неделю вот так же мы из новостей нашли человека который будет здесь находиться пока мы будем в отпуске ну надеюсь ничего не поменяется там ничего не случится все будет нормально пока не будем говорить кто чего и как надеемся что все будет хорошо вот сейчас мы решили с утра расчистить хотя бы одну лошадь вот может кому-то покажется что вот почему вы так редко расчищаете лошадей и прочее там во первых лошади у нас такого как сказать где он же ребенок то вон так сказать деревенского типа содержания у нас они то есть они у нас гуляют вот они ничего у нас практически не делают не несут никакую спортивную нагрузку ничего такого они не несут находятся в движении 24 часа и их копыт и естественным образом стираются но естественно остаются сколы на копытном роге естественно есть гниль то есть если лошади живут вот в такой естественной среде и здесь нету камней то есть они не могут ходить по воде часто они не могут ходить по камням чтобы всю эту гниль естественным образом убрать ну то есть почва у нас здесь одинаковая вот естественно появляется гниль то есть наша расчистка это убирание гнили и обрезание может быть выросшего рога и убирание осколов вот делаем поэтому мы сами вот редко потому что саша еще весной не весной то есть когда же это был то это было в июне в общем сорвал себе плечо и сейчас как бы если начинает строить тоже у него нагружаются руки и в общем потом отходит тоже ну как бы плечевой аппарат а я все боюсь что у него плечо может выйти из сустава и тогда о вышел хитрюга смотри-ка побежал к мамочкам в общем я переживаю что плечо может выйти и когда у него сильная нагрузка стараюсь ну в общем потом расчистит и ладно вот так вот думаю чтобы ничего не случилось а так раньше я сама расчищала своих лошадей но все по ходу просто когда прям совсем молодость в голову ударяет ты это делаешь ни о чем не задумываешься теперь все болит руки и спина болит там все она сейчас убегать будет так с козами у нас все очень сложно я их больше не пасу вот их больше не пасу потому что я все-таки решила их запускать чтобы был запуск мы не можем допускать пасть бы потому что они едят много яблок они ну пасутся там листья траву вот это вот то есть запуск раньше времени подразумевает какие-то вот ограничения в охоту пока никто не приходит что-то хвостами машут они вот так вот но непонятно то есть вот у нас здесь есть мальчик кострат он допустим ее не кроет вот такие в общем дела не пасу их они кричат зовут хотят они пойти туда в лес листья вон там зеленую травку видят трава здесь скудная потом они сено получают ну а куда деваться по-другому они не смогут запуститься то есть я решила что даже если допустим мы саша вдвоем не поедем то в любом случае я запущу и допустим если я поеду 1 чтобы у саши не было так много делать то есть чтобы он их не доил вот этим не занимался так что в любом случае какой бы ни был исход те козы которых я запускаю они будут запущены сейчас я веду к тому чтобы доить через день вот вот это вот kaza уже не не доилась вот вчера то есть оно довелось позавчера а нет она отдаилась позавчера да вчера она не доилась и вот сегодня продолжится то есть я буду сейчас ее пускать через день доится потом вот этих я тоже там вот это Я их путаю, то есть я даю то с утра, то я даю в 9 вечера, то в 10 вечера. Я их путаю, меняю время, из-за этого молоко начинает убывать, из-за путаницы. Их тоже потихоньку буду переводить через день, потом через день привыкнут, через два и полный запуск. Тяжело, конечно. Все, кто знает, что такое дойное животное, всё равно в августе запустить это тяжело. Вот, какое-то яблочко она нашла. Вот. Он не знает, хвостом мажет, не знает, чего хочет, не знает, чего. Сейчас проверим. В охоту никто приходить не хочет. Чё вы мух отгоняете, ничего? Я вас понимаю, ты доиться хочешь, да, ведь терпи. Тебя там не много уже. В первокотке, вон, легче запуститься, конечно. Ну, чё у тебя? Непонятно. Непонятно, чё хвостом мажет. Ты где был-то, кс-кс-кс? Ты где был? Кричат, жалко. Ну, куда денешься? Он все хвостом мажет, просто может мажет. Ну что, у нас уже вечер. Копыта мы расчистили в итоге. Я вот немножко вырвалась из дома и собралась заняться серьёзным делом выгуливанием Ланы. Потому что она у нас требует тоже немножко разрядиться. Далеко, конечно, с ней не пойдёшь. Но здесь никого нету. Мы сейчас будем спускаться вот туда вот на речку. Она любит там походить. Покупаться даже. Марик! Мы козы как съели вообще. Конечно, берём Марика. Им вдвоём намного веселее. Вот. Ой. Встреча с доктором. Лана нельзя. Я запрещаю ей вступать в контакт с жеребёнком. Марику можно, а Лане нет, потому что она может укусить. Доктору можно вступать в контакт. Марик! Потому что он должен потом не бояться лошадей. Ой, не бояться собак, то есть. Тьфу. Вот. А Лане нельзя агрессировать. Ну чё ты, мой хороший? Ну ты молодец, ты крутой. Он вообще, ему ни бабки, ни мамки не нужны. Сам разберётся. Всё, пошёл. Хочет. Он ту собаку хочет. Хочешь ту собаку большую, да? Она от тебя убегает всё время. Ну она молодец. Она тебя укусит за нос. Кто будет зашивать? Я что ли опять? Ну-ка, иди отсюда. Иди давай. Пошти. Ой, тут была река вообще-то. Ну она течёт с другой стороны, но там совсем она прям по щиколотку. Здесь вообще всё высохло. Ну мы уже много раз показывали, как мы гуляем с ними. Марик вон искупался. Это необходимо, конечно. И я погуляю для разгрузки своих. Я, в общем, целый день на кухне. Мою, мою, кашеварю. Как там, чищу, чищу. Или как... Я уже забыла, как в детской сказке. Вот. Пока болеет женщина, у нас дома ничего не готовится. Так что пришлось готовить первое, второе, третье. На мой стол, на диету. И на Сашу. Он без диеты. Не знаю, где я траванулась так сильно, что у меня болит всё равно живот. Температура всё равно. Непонятно вообще, где. Ни по каким там злачным местам, больницам я не гуляла. Ну была там в наркологии, но это когда было-то. В наркологии ещё надо умудриться заразиться. Чем с таким. Если что, я справку оформляла на водительских правах. Вот. Готовлю я, кстати, вкусно. Если себя никто не похвалит. Ой, если себя не похвалишь, никто не похвалит. Но мне нравится. Саше тоже нравится. Хотя мне кажется, что Саша из тех, кто съест вообще всё, что угодно. Мне так кажется. Вот. Если бы у нас была возможность, то я бы ещё снимала на кухне что-нибудь. Потому что я очень люблю заморачиваться, вот, приготавливать много еды. Ну, может, кому-то покажется, что нас двое. Зачем много еды? Или там, зачем первое, второе, третье? Ну, не знаю. Вот мне нравится, чтобы вот была еда. И Саша много ест, он устаёт. Надо хорошо питаться. Я была из бедной семьи. И на самом деле у нас не так много было продуктов. Потом... Ну, у нас готовила бабушка. И даже потом, когда продукты появились, и появились финансы, она всё равно готовила, ну, так себе, как... Потому что она была вот ребёнком войны. И как-то вот у неё... Ну, не знаю. У неё какой-то сложился свой склад готовки. Ну, во многом она экономила. Там лучше купит фруктов побольше. Там соков, творога. Но что считается там каких-то интересных салатов, тортов? Может быть, там интересный какой-то плов? Ещё что-то. Такого вот не было у нас. Вот. Бабушка была старенькая. И, в принципе, готовила, в общем, как может. Мне вот научиться было не у кого. Поэтому сейчас, видимо, я отрываюсь по полной программе. И, в общем, экспериментирую. Готовлю, как в ресторане. Всё, собаки убежали. А кто скажет, там, на день рождениях, на праздниках, неужели вы не готовили там что-то вкусно? Нет, не готовили. Вот, не готовили. Так сложилось, что до 14 лет я не была ни на одном празднике, ни одного, который восправляет в России, ни день рождения, ни Новый год, ни 8 марта, ни день города. Вообще, абсолютно. То есть, никакие праздники я не посещала. И это не вина бабушки, и не моя вина. Просто другие обстоятельства. Поэтому в детстве я не получала подарков. И не... В общем, не было у нас таких вкусностей, чтобы вот прийти там за столом, все сидят, что-то вкусное кушают. Я вообще не знала. То есть, даже до определённого возраста, что такое сельдь под шубой, честное слово. Я не знала. Ну, потому что я это не пробовала. Вот так вот. Захотела рассказать об этом. Так что всё не просто так. И поэтому я люблю очень посылочки. Очень люблю подарочки. Может быть, кому-то кажется, что я так по-детски. Мне же 30 лет скоро. Почему я так по-детски? Всё это мне нравится открывать. Ну, потому что вот хочется, когда этого не было, дорогие друзья, этого хочется всегда. Не важно, сколько тебе лет. Вот. Поэтому мне всё это нравится. Такие вот дела. Пришли на речку. Собаки уже купаются. Ой, ой. Смотри, что странно. Красотка. Ну, она любит купаться. Любит. Вода ледяная. Просто вообще ледяная. Невозможно даже стоять. Тебе нормально, что ли, вода ледяная? Лана? Ну, молодец. Хорошо. Туда не ходи. Выходим. Всё. Кто из вас охотничья собака-то, Марик? Вот им вдвоём так хорошо, потому что Марик был уже взрослый, достаточно психологически. Уже взрослый был. Тогда Лана была щенком, и он смог поставить иерархию так, что она не может быть главнее. Вот. Ну, и к тому же в нашей семье главные мы с Сашей. Поэтому Лана очень хорошо относится. Ланусик всё ищет пылевых мышей или кого. Азарт у неё проснулся на охоту. Вот кого надо брать. Вот этого и вот эту. Этот загоняет. Этот тоже догоняет, потому что она безумно быстро бегает из-за того, что её воспитывал Марик. Она очень хорошо нападает. Очень резко. Ну, конечно, она не выдержит долгой пробежки. Вот Марик выдержит, потому что он будет против ветра бежать очень быстро. Ни с шерсти, ни подшёрстки, ни подкожно-жировой клетчатки. Очень большая скорость. Нос, уши. Всё предполагает быстрый бег. Так, Алана вес 55 кило шерсти, подшёрсток, голова весом, как мои три головы. Конечно, Алана не сможет. Ну, пускай хоть ящерицу словит. Ну, что, Лана, как там? Нормально? Осторожно. Тут ток. Тишина вообще. Вечером очень тихо. Автобус вон. Ай, не успела показать. Ой! Лана кого-то поймала. Я вообще-то сказала, чтобы Саша шёл домой. Потому что там ужин. Но, скорее всего, он не пошёл. И делает двери. Сейчас проверим. Потому что он не слушается. Его надо кричать, звать. О! Что-то он непонятно, откуда закричал. Саш, ты где? Он послушался. Он кое-то завучит. Ну, слава богу. А то не доорёшься, не докричишься, не дозовёшься. Кушать-то надо. И вечер уже, всё. Пора отдыхать. Ладно. Пойду я Саше помогать. Пойдём кушать. Всё. Увидимся. Пойду я. Пацаны. Продолжение следует...